Поэтому очень напомнил. В общем, когда я с вами разговариваю, очень важно слушать меня не как президент этой компании. Я дистрибьютор, я начинал точно так же, как любой человек в этом зале, только когда еще никто не похудел с помощью этих продуктов. Никто не заработал с этой компанией ни гроша. Человек вечер мне рассказал вам парочку веселых историй, но на самом деле я очень не обничал, когда я начинал создавать компанию Herbalife. Мне было очень страшно, я очень нервничал, я знал, я не знал, если получится у меня или нет. И мне искренне хотелось заниматься именно этим делом. По личным обстоятельствам мне было важно помогать людям сбрасывать вес. Это для меня было очень, очень много значило. Я очень старался, и, если честно, в самом начале результаты были весьма так себе. Было трудно. Когда я только начал, многие надо мной сменялись. Было трудно, когда я пришел к 15 своим лучшим друзьям и показал им, как я загорелся этой идеей. Может, я был дурак, но балдел от того, что у меня полная сумка порошка. Они не понимали, что это за компания, но у меня была задумка. Я считал, что мы можем принести много пользы. Все на мной смеялись. Они считали, что это дурацкая затея, что у меня ничего не получится. Мои родные думали, что я свихнулся. Я уговорил попробовать этот продукт всего одного человека семьи, мою бабушку. Только она согласилась. Естественно, она сбросила 10 килограмм. И тогда я уговорил моего кузина. Это был второй месяц работы компании. И с ним случилась печальная вещь. У него было 45 килограммов лишнего веса. Первый месяц он сбросил 10. Я не смог уговорить его начать снова. Я так огорчился из-за того, что не смог уговорить кузинам. Я очень озвучился, что он не стал использовать мои продукты вместо своих. И он еще долго оставался толстяком. И это было больно смотреть. Тогда все надо мной смеялись. Но в итоге я уговорил еще несколько родственников. Я скажу вам, как мне это удалось. Бабушка сбросила вес. А года через два после этого мой дядя все же попробовал продукт и сбросил 18 килограмм. Через два года, обратите внимание, и это произошло в основном потому, что я постоянно слал ему брошюры по почте. Они все у меня были в рассылке, получали журналы и читали истории. Наконец я его убедил. Когда он стал использовать продукты, то мой кузин присоединился к нему и начал сбрасывать вес. Таким образом трое моих родных стали употреблять этот продукт. Скорее их стало четверо, а потом пятеро. Спустя 10 лет продукты использовали уже 10-12 человек в моей семье. Я очень рад этому факту. Спустя 13 лет 16 моих родственников используют эти продукты. Разве не здорово? 16. Господи, какой я молодец. За прошлый год я уговорил еще троих. Это серьезное достижение. А остальные мои родственники все ждут, когда же я устроюсь на работу. Многие из них не верят. Они просто не могут понять, что здесь происходит. Они не понимают. Все они знают меня с детства. Тут не все вкусы моей биографии. В школе я доучился только до 9 класса. Оттестата у меня нет. Мою семью идеальной не назовешь. Большинство моих родственников просто не понимают, с чего я начал. Что я основал и что из этого вышло. Они просто не понимают. Так что я считаю, что мне повезло. День за днем я работаю, не покладая рук. Довольно скоро у меня появилось несколько клиентов, появилось несколько дистрибьюторов, которые в меня верили. Например, Джерри Цветанович, которая тогда меня так воодушевляла. Понимаете, когда я подписывал людей, они уходили один за другим. Я подписал 196 дистрибьюторов первопоколений. 196 дистрибьюторов за первые полгода. А в результате у меня оставалось всего 16 супервайзеров. Они приходили и говорили, не переживай, тебе больше никого не придется подписывать. Ты только на мне одном состоянии сделаешь. И больше я их не видел. Понимаете, да? Я им звонил, а они отключали телефоны. Это был кошмар. Но Джерри вселила в меня надежду. Потому что она пришла и накупила продуктов на 100 долларов. Боже, какой это был чудесный день. Я продал на 100 долларов. Я заработал 25 баксов. Вот это да. Понимаете, были времена, когда заработать разом 25 долларов было для меня большим счастьем. Понимаете? Прямо как для вас. Каждое да делает вас счастливыми. Что меня воодушевляло еще больше и поддерживало морально, так это усилие. Я работал изо всех сил. Я делал все, что мог. Вы не представляете, что мы выдумывали, чтобы продавать эти продукты. Мы подходили ко всем и к каждому всегда и везде. Это было просто невероятно. Все, что угодно. Лишь бы продавать. Лишь бы компания жила. Так что, когда вы меня слушаете, представляете меня дистрибьютором, который ищет клиента за клиентом. Дистрибьютора за дистрибьютором. Почему я верю, что мы доберемся до миллиарда долларов? Все просто. Заработать миллиард не намного сложнее, чем 100 миллионов. Правда. Я начал с нуля. Потом мы дошли до 2 миллионов. Потом до 10. Потом до 100. Чтобы от сотни миллионов добраться до миллиарда, нужно просто продолжать делать все то же самое. Мы будем делать то же самое. Мы будем впредь использовать продукты. Мы будем впредь предлагать их людям. Мы будем впредь звать людей в наш бизнес. И когда продукты начнут употреблять еще более людей, когда дистрибьютором станет больше, мы доберемся до миллиарда. 100 миллионов от миллиарда отделяет всего 1 ноль. Понимаете? Просто нас должно стать больше. Я хочу представить вам новое.